Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос на нем. Вопрос заключается в том, что человек, девушка, познакомилась с коллегой по работе в компании, которая пришла полгода назад. И она говорит о том, что отношения с коллегой находятся в подвеченном состоянии из-за того, что у коллеги есть некий багаж прошлого, в том числе бывшие отношения, в том числе ребенок. И, соответственно, мужчина упоминает периодически свою прошлую семью в общении с автором. Автору это не нравится, она вызывает самую разную гамму чувств, от ревности до раздражения. Она не знает, как реагировать. И хочет отношений с человеком, хочет отношений с человеком, у которого, ну, как бы с забытым бросом. Вот, хочет свой собственный мир. Сравнивает свои отношения с его прошлыми отношениями, из-за чего падает самооценка. Ей кажется, что все отношения были идеальны. Ну, вот, у нее, соответственно, все хуже. Вот, ну, и, собственно, не знает, как себя вести, как быть. Пытался вставить вопрос ребром. Вот, он сказал, что не хочет терять, просил дать время. У меня есть чувство, на мне очень сложно вариться в его прошлом. И человек просит совет. Ну, вообще, начнем с того, что, как бы, здесь, на мой взгляд, вот, основная проблема, это то, что, вот, вы говорите, у вас тоже есть багаж, да, да. И, судя по тому, что вы пишете, этот багаж, он, ну, на вас оказывает до сих пор влияние. То есть, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вы, вот, сами в какой-то степени травмированы. Да, потому что, ну, вот, то, что вы описываете, что хотите свой мир, да, хотите, чтобы, ну, человек не уходил в прошло. Вот, 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 как раз про попытку себя защитить. Вот. Вопрос, конечно, заключается только в том, как мне кажется, от чего именно вы пытаетесь себя защитить. Ваша самооценка, которая падает, никак не связана, да, как это не, ну, как это не парадоксально звучит, но ваша самооценка никак не связана с молодым человеком, с коллегой. Если с чем связана ваша самооценка, то только с вами, с вашим восприятием себя, вот, с тем, как вы к себе относитесь, с вашим мнением о себе и так далее. И, соответственно, если вы чувствуете, что отношения, ну, вот, да, как вы говорите, вы чувствуете, что отношения находятся в подвешенном состоянии, вот, то, на мой взгляд, это проблематика того, что вы не в силах самостоятельно принять решение. И это свидетельствует о том, что вы, вот, скажем так, не принимаете полностью ответственности за свой выбор мужчины. То есть, как бы, вы выбираете человека, у которого есть прошлое, но при этом он хочет, чтобы он был без прошлого. При том, что это прошлое вызывает у вас ревность и раздражение. А чем свидетельствует ревность и раздражение? В первую очередь, ревность свидетельствует о неуверенности в себе и о, действительно, проблемах с наценкой, которым нужно, ну, которым нужно решать этот запрос на психотерапию. Раздражение свидетельствует о том, что у вас есть проблема с личными границами, что вы как-то, вот, не чувствуете, где вы, где другой человек, вот. Мне кажется, что вы здесь решаете проблему собственной ценности и значимости в отношениях, вот, и, собственно, в какой-то степени отношения вам, судя по тому, что вы описываете, вот, ну, как бы, нужны, вот, в том числе для этого, для того, чтобы как-то, вот, ну, доказать, так скажем, себе самой, что вы ценные, что вы значимые, что вы, не знаю, достойны любви и так далее, вот. Конечно, это все далеко не лучший, далеко не лучший способ решать свои проблемы посредством другого человека, потому что у другого человека как-то тоже есть свои трудности и, соответственно, у него, как вы и правильно заметили, есть свое прошлое. Вот, вот, а, как бы, здесь, на мой, на мой, вот, скромный взгляд, вы не определились, не определились с самым главным, да, с тем, как вы воспринимаете мужчину. То есть мужчина, это для вас, это кто? Вы хотите его счастливым делать или вы хотите, в первую очередь, для себя что-то получать? В отношениях, в отношениях, вот, отсюда все трудности в данном случае идут. То есть вы не определились. Вы не определились в этом смысле и из-за этого страдаете. Вот. А на человека возлагаете, как бы, ну, вот, надежды, что он вас определит, да? То есть, соответственно, за свою стабильность, соответственно, за свою защищенность вы прикладываете на мужчину. Все, в чем, собственно, и заключается проблема здесь. Вот. Смотрите. Давайте теперь непосредственно по тексту пройдем. Полгода назад я пришла работать в новую компанию, мне завязали соотношения с коллегой. Вот, смотрите. Здесь, казалось бы, да, казалось бы, на бытовом уровне вы описываете, ну, достаточно обыденную вещь, что у вас завязали соотношения. Но, по факту, если присмотреться внимательно, вы здесь игнорируете свою активность. То есть, что значит завязали соотношения, да? Что значит завязали? Это вы их завязали. Вы ответили мужчине, там, не знаю, взаимностью, да, в какой-то момент. Вы согласились пойти на сближение в какой-то момент, да? И чему вы здесь не уделили внимания? Вы не уделили внимания первой личности мужчины. То есть, ну, возможно, по причине актуальности ваших потребностей, да? Вы не уделили внимания личности мужчины и не уделили внимания своим ожиданиям. Вот. То есть, сложно, вообще говоря, сложно находиться в отношениях с кем-то. Когда ты не очень понимаешь, во-первых, что за человек перед тобой. Какой это человек? Что он из себя представляет? Как ты к нему относишься? Вот, с точки зрения, именно, не отношений, а с точки зрения того, что я для него хочу. Вот. То есть, личностную машину вы здесь игнорируете. Какой-то здесь. И вы не уделили внимания своим ожиданиям. То есть... Чего я жду от отношений, да? Какое желание лежит в основе. То есть, мы разобрались в своих потребностях. Вот. И что я делаю еще, помимо того, чтобы нахожусь в отношениях. Для того, чтобы это желание реализовать. Почему это рад? Потому что... Может быть... Вы в отношениях... Сможете... Реализовать... То, что хотите. А может быть и нет. Мужчина может вам давать то, что вы хотите. А... Может быть и нет. Мать какая штука получается. Вот это очень важный момент. Как мне кажется. На который вы не обращаете внимание. В данном случае. Хотя это важно. Вот. Это очень важно. Вы здесь... Вот... Мой коллега сказал, что вы... Можете быть созависимы. Да? Вот. Ну, лично мне кажется, что вы уже... Созависимы. Вот. А может вы уже зависит от... Мужчина, от его решения. Почему-то. А? То есть, в какой-то момент... Совершенно незаметный для вас. Вы... Передали... Согласно с своей жизнью... Другому человеку. И уже от его выбора, от его решения зависит ваша жизнь. Что как бы говорит о том, что возможно... Вам... Ваша жизнь не так интересна. Здесь встает вопрос о том, насколько важна для вас работа. Здесь встает вопрос о том, насколько вы реализованы и так далее. Отдельно хочется подчеркнуть, что на работу обычно люди приходят... Ну... Работать. Не строить отношения. Потому что служебные романы это хорошо. Я ничего прочего не имею. Но важно понимать, что... Эээ... На отношения, в том числе, оказывает влияние среда. Которая... Эээ... Возникла. Вот. Поэтому это для вас повод задуматься о том, а что для вас вообще значит работа и... Какой у вас ваш собственный путь, не связанный с... Эээ... Ну как бы... С людьми... С людьми... Ну вот. Дальше. На протяжении полгода наши отношения находятся в подвешенном состоянии. Вот смотрите. Я не очень понимаю... Эээ... Хронологию. Вы говорите. Полгода назад я пришел работать в новую компанию. У меня завязали соотношения. Понимаете? Эээ... Вы пришли на работу полгода назад. Эээ... Вы познакомились с человеком. Вы начали с ним взаимодействовать. У вас отношения всяко меньше, чем полгода. Поэтому тут вообще не очень понятно, когда эти отношения начались. Да? В какой момент появилось... Эээ... Появилось ваше внутреннее требование к человеку... К человеку... Чем-либо. И насколько это оправданно. Дальше. Эээ... Значит, на протяжении полгода в подвешенном состоянии. Как я считаю. Супер. Что вы делаете, чтобы они не были... Подвешенном состоянии. Эээ... И вы торопитесь, чтобы... Эээ... Доказать и... Убедить себя в том, что опасности нет. Вот. А опасность будет... Всегда. Потому что вы тревожите. Вот. Дальше. Значит, он состоял в отношении к девушке. У них есть совместный ребенок. Они расстались два года назад. Он слишком переживал по этому поводу. Плюс у него много связей с его бывшей семьей. Завязана его мама и ее брата. Т.д. Они были сотрудниками одной фирмы. И получают, что эти прессы в отношении к кому-то продолжают быть с ним до сих пор. Тут появилась я. Это нормально. Он сказал. Повторяйте ко мне интересы. Чтобы ничего. Но он постоянно упоминает в своей бывшей семье. В этих разговорах. Обратите внимание. Вы здесь не говорите о своем интересе. И о том, как вы себя проявляетесь к нему. Понимаете? То есть, в целом, в результате возникает ощущение пассивности. Ощущение, что вы пассивны. Вот. Я допускаю, что это может быть ошибочно. Допускаю, что я могу ошибаться. Могу быть не прав. Но так это выглядит. Пока что. Эээ... Значит. Он познакомил меня с родителями. Опять же. Понимаете, да? Он меня познакомил. То есть, вы здесь используете себя. Эээ... Вы здесь позиционируете себя, как, опять же, пассивную. То есть, не я захотел познакомиться. А меня познакомили. Эээ... Так. Соответственно, родители тоже были близки к этой семье. Как полагается. И вот при наших общих встречах с его родителем, мы все время нет-нет. И ставили что-то из спроса. Вот нормально. Оно у него болит. Эээ... Если мужчины не считают это проблемой, здесь ничего не сделают. Эээ... То, как они работали, все вместе только общилили, путешествовали. Понятно, раз говоря, ребёнка, это нормально. На встрече 15-17. Я вот понимаю, что такие. Почему? Смотри. Эээ... Дело не в том, что он должен... Эээ... Он должен об этом говорить. Дело не в том, что вы должны это принимать. Эээ... Эээ... На самом деле, нет. Если вам... Ну, условно говоря... Не нравится, да, то... Как бы... Не должны быть ничего. В этом смысле. Эээ... Но... Момент здесь немножечко в другом. Что вы, воспринимая это все-таки... Эээ... Вносите деструкцию. Важно, какие чувства вы испытываете в этот момент. Как размещать их в контакте с человеком. Как вы выражаете. И важно, чтобы вы отделяли то, что является вашим конфликтом. То есть, ну... Вашей проблематикой, которая не связана с этим. И тем, что для вас приемлемо-неприемлемо. Например. Естественно, пока вы не разберетесь с проблематикой, вам сложно определить, что для вас приемлемо-неприемлемо. Потому что одно накладывается на другое. Эээ... Здесь вопрос и... Эээ... Ответственности за выбор. Если у вас требования, чтобы человек был без прослова, зачем вы выбираете такого человека? Получается, вы хотите его поменять? Дальше. У меня есть свой багаж в прослова. Я считаю, что выносить его за пределы. Это некорректно. И при нем вообще не упоминаю свои бывшие отношения. Я была замужем. 9 лет детей не было. Может быть, это и проблема. Проблема с доверием. С его стороны, это просто всегда с ним и еще переносится на наши отношения. Как? Он часто сравнивает как бы до и как бы сейчас. И... Вам это неприятно. Опять же, здесь есть аспект вашей проблематики и есть аспект приемлемости. Я постоянно ходил в растерянных чувствах после этого разговора. С этими чувствами нужно разобраться. Эээ... К сривностью и раздражениям нужно раздражаться. Эээ... Эээ... С самооценкой тоже нужно раздражаться. Вот. Несколько раз я просил не упоминать. Эээ... При мне эти события, но все равно это продолжать. Не знаю, как мне реагировать. Вы уже как-то реагируете, просто это обесцениваете. Соответственно, это тоже ваша модель поведения, которую нужно корректировать. Эээ... Такое ощущение, что застрял там и сейчас с моей помощью пытаются выбраться. Но у меня нет сил его вытаскивать. Мне хочется легкости. Я хочу человека с забытым прошлым. Я думаю, что то, что вам хочется легкости и то, что вы хотите человека с забытым прошлым, не имеете никакого отношения к реальному человеку, с которым вы в отношениях. Очень похоже на то, что вы решаете какую-то свою проблему. Ну, хочется вам легкости. Ну... Берите ее. Легкость это... Не там, где, наверное, есть отношения. То есть... Ну, легкость это... Это отношения без обязательств. Понимаете? Безответственность. Ну, как и... Я хочу собственный, общий мир. А у нас вот это спор нет. Прошло полгода. Полгода не такой большой срок. Опять же, куда вы торопитесь с учетом того, что вы полгода назад познакомились. Общий мир выстраивается Габаба. Это первое. Второе. Вы противоречите себе. Вы пишете собственный и общий мир. Так собственный или общий? У вас свой-то мир есть. Может быть, чтобы построить общий мир, нужно сначала собственный простроить. Я не знаю, как быть и как вести себя в сеть. Ну, чтобы понять, как себя вести, нужно поработать, да, поговорить, психотерапию пройти. Вот. А как быть, нужна цель. Пыталась ставить вопрос о наших отношениях ребром. Он словно не хочет меня терять. Ну, по сути, вы к манипуляции прибегли. У меня есть чувства, но мне сложно вариться в его прошлом. Очень прочий совет. Совет. Обратительно займите психотерапию и разберитесь в себе. Измените модель коммуникации с человеком. Отношения к себе и ситуацию выровнять. Вот. Либо вы будете в этих отношениях, либо вы пойдете дальше. Вот. Тут ситуация, ну вот, такая, как мне кажется, как мне видится и как мне кажется. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.